Божьи слова на каждый день Такие слова воистину являются богохульством Веришь ли ты, что имя Иисус с нами Бог Может само по себе представлять Бога во всей его полноте Бог может называться многими именами Но среди этих многих имен нет ни одного, которое может заключать в себе все, что есть в Боге Нет ни одного, которое может в полной мере олицетворять Бога И поэтому у Бога есть много имен Но эти многие имена не могут в полной мере выразить Божий характер Ибо Божий характер столь богат, что он просто выходит за пределы способности человека познать его Использование человеческого языка никоим образом не дает человеку способности в полной мере охватить Бога Человек располагает лишь ограниченным словарным запасом для того, чтобы охватить все то, что он знает о характере Божьем Великий, почтенный, дивный, непостижимый, всевышний, святой, праведный, мудрый и так далее Так много слов Этот ограниченный словарный запас не способен описать то малое, свидетелем чему стал человек касательно характера Божьего Позднее многие люди добавляли слова, которые с их точки зрения позволяли лучше описать пыл их в их сердцах Бог так велик Бог настолько свят Бог так прекрасен Сегодня подобные этим человеческие высказывания достигли своего пика Тем не менее, человек так и не способен ясно выразить себя И поэтому, по мнению человека, у Бога много имен Однако при этом у него нет единого имени И причина кроется в том, что Божье бытие так обильно, а язык человека так скуден Одно конкретное слово или имя не обладает способностью представлять Бога во всей его полноте А ты полагаешь, что можно закрепить за Богом имя Бог настолько велик и настолько свят Однако ты не позволишь ему изменять свое имя в каждом новом периоде Таким образом, в каждом периоде, в котором Бог самолично совершает свою работу Он использует имя, которое соответствует периоду Для того, чтобы передать суть работы, которую он намеревается совершить С помощью этого особого имени, обладающего временной значимостью Бог выражает свой характер в этом периоде Так Бог использует человеческий язык, чтобы выразить свой собственный характер Даже при этом, многие люди, которые обладают духовным опытом и лично видели Бога Тем не менее, до сих пор считают, что одно конкретное имя не способно представлять Бога во всей полноте Увы, что уж тут поделаешь Поэтому человек более не называет Бога каким-либо именем, но просто именует его Бог Сердце человека будто бы и любвеобильно, но при этом наполнено множеством противоречий Поскольку человек не знает, как объяснить Бога Просто не существует способов описать преизобилие Божье То, кем Бог является, настолько изобильно, что просто невозможно описать это Нет такого одного имени, которое могло бы обобщить Божий характер И нет такого одного имени, которое могло бы описать все, чем Бог обладает и кто Он есть Если меня спросят, какое в точности имя ты используешь Я отвечу Бог есть Бог Разве это не наилучшее имя для Бога? Разве это не наилучшее обобщение Божьего характера? Так зачем вам тратить столько усилий на поиски имени Бога? Зачем ломать голову, лишая себя пищи и сна? И все это ради имени? Наступит день, когда Бог не будет зваться и Еговой, и Иисусом, или Мессией Он будет просто Творцом Тогда придет конец всем именам, которые Он принимал на земле Ибо Его работа на земле подойдет к завершению После чего у Него не будет никакого имени Когда все сущее приходит под владычество Творца Зачем именовать Его в высшей степени уместным, однако неполным именем? Ты до сих пор все еще ищешь имя Божье Ты до сих пор осмеливаешься утверждать, что Бог именуется только Иеговой Ты до сих пор еще смеешь говорить, что Бог может именоваться лишь Иисусом Способен ли ты понести грех хулы на Бога? Ты должен знать, что изначально у Бога не было имени Он принимал одно, либо два, либо много имен лишь потому, что должен был совершать свою работу и управлять человечеством Каким бы именем Его не именовали, разве оно не свободно избрано им самим? Нуждается ли Он в тебе, одном из Его творений, чтобы решить это? Имя, которым называется Бог, соответствует тому, что может воспринять человек на человеческом языке Но это имя человек не может объять Можно только сказать, что есть Бог на небесах Что Он именуется Богом Что Он есть Сам Бог, Который обладает великой силой Он так мудр, так возвышен, так дивен, так таинственен, так всемогущ И более ты не можешь сказать ничего Это малая талика и есть все, что ты можешь знать С учетом этого, может ли одно лишь имя Иисуса представлять самого Бога? Когда наступают последние дни Даже если Бог по-прежнему совершает Свой труд Его имя должно измениться Ибо это уже иной период Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok